Субтитры делал DimaTorzok На чем вчера... Блин, а я вот не помню Но мы сделали дела с Трис Поругались с Шайней, привели ей мальчика Встретились с оборотнем, познакомились С ним лапу пожали, мирно разошлись Вылечили его от ликантропии Поговорить с Трис О Саламандрах Карточку получили, да Я рада, что у тебя получается заботиться об Альвине Так, смотри Ага, готов А почему после этого все не становятся вегетарианцами? Так, ну я, наверное, готова Я готов Встречаемся в новом Наракорте Я передам заинтересованным сторонам Откуда ты знаешь, кто? Я чародейка, забыл? А ты думаешь так громко, что я невольно читаю твои мысли Пошли в новый Наракорт Давай на перегонки Она, кажется, уже убежала Блин, вообще в сериале Трис не запомнила Кстати, Мейберил нужно было зелень накрафтить Потому что я хоза У меня, кстати, броши и Саламандр очень много Не уверена, что они мне пригодятся Геральт, ты в опасности Что? Почему? Стража узнала о твоих встречах У Саламандр есть шпионы среди солдат Ты должен бежать Нет, я не могу Я должен поговорить с остальными Здесь вот-вот будут Саламандры Значит, я их встречу Бегите Ты обо мне плохо думаешь, если решил, что я оставлю тебя здесь одного Я так и знал, что ты будешь драться Мои люди готовы Они вызвались добровольцами Инсенд, постарайся остаться в живых Если с тобой что-то случится, Кармен Все поймет А что это он какой-то посеревший? Откуда вы? Не только у вас информаторы в армии Итак, Винсент Зря ты сдружился с Ведьмаком У вас нет никаких шансов Посмотрим Меч-ты ход? А что с кадром? Почему их 49? Крутой легавый Шлюха из бедняцкого квартала И настоящая любовь Любовь, разрушающая проклятие оборотня Он умер? Как в сказке В мире, где правит презрение и сволочь В мире, полном бандитов и убийц Чувства могут творить чудеса И поэтому стоит бороться Как в сказке А что это мы прилегли? Подожди Так, мне нужен серебряный меч А если славу? А, ну все Так, Винсент Мэйс живой Все замечательно А если бы я не вылечила его от ликантропии То он бы Я думала наоборот Это будет обман Типа то, что мы Вылечили его от ликантропии Позволит ему фидануть Вот в этом бою Ну, вроде обошлось Поспешим Потому что я пришла Я помешала ему повылизываться Подойду Убежит? Ну да Подожди, а мы наверх идем, да? С Лювардовым говорить О, как неожиданно и приятно Привет, ребят Важно Важно то, что мы магически перенесемся в определенное место Детали не важны Трис телепортирует вас с Зигфридом в логово Саламандр Вы откроете ворота для рыцарей Ордена Магически перенесемся? Когда? Вот это нам и нужно решить Тихо Я слышу шаги За мной следили? Дверь заперта Открывайте Именем короля Фольта стои пылающие розы Это Девет Проклятый монах Позор на наш орден Он следил за мной, подлец У нас проблема Зигфрид Я знаю, что ты связался с этой ведьмой Тебе конец Клянусь честью Трис, ты можешь перенести нас прямо сейчас? Сейчас? Идиотская идея Это может быть наш последний шанс Алхимбак Хакхара! Я знал одного рыцаря Который сварился в суп Внутри своих доспехов Во время телепортации Считаю до трех Ты вляпался, Зигфрид Суп? Может и... Дарк Хамбра Дерхадриан! Тудунь Теперь мы будем играть за котелок С супом по имени Геральт О, френдлики Кимора? Где я? Что-то в этот раз волшебница немного переборщила Ага Так, ну давай сейваться, как обычно А как ходить? О, нет, мы в ловушке Возможно, мне стоит Игни сжечь корни Нет, он так не работает Дунуть? Дженнис Санс, привет! Хватненько Сейчас посмотрим Так, это серебряный меч Подожди Народ, погнали Так, ну пока вроде норм Вон там два дезертира стоят Ничего не делает Фиштэх надо найти, кому впарить А, ну это все тот же парень Привет, Мойнберг Данкер Вудс, здравствуй Шашлычок улетел, мужики Шашлычок был потерян Книгу про проклятие и проклятых читали Все идет не по плану Повторяю Так Ой, а там же Мак был Ведьмак, у нас больше нет времени Зигфрид, ты здесь Быстро, мы должны открыть ворота и впустить рыцарей Где Трис? Исчезла, наверное, телепортировалась Но перед этим она наложила на тебя щит Алзура Щит Алзура? Могущественные заклинания из книги, которую ты нашел в болоте Странно, не помню, чтобы я ей его давал Ведьмак, мои братья по оружию ждут Ты что, собрался уничтожить всех Саламандр в одиночку? Есть идеи Саламандры попадают на свою базу через магический портал Проклятая эльфийская магия А мы можем им воспользоваться Чародейка говорила, что активировать портал можно при помощи камня силы Один такой камень должен быть в той пещере справа Так Это плохо Надеюсь, они не узнают, что это я к ним иду Или узнают Блин, как он усел призвать своего мистера, мистера Да не тот скид Прохибит в список запрещенных артефактов варсмагика Портал Альвара обнаружен среди эльфийских руин под Вазимой И назван в честь его открывателя Один из немногих стабильных порталов был разобран и спрятан во время Изгнания магов из Вазимы королем Фольтестом Говорят, что портал активируется камнем силы А это у нас Аур наносит повреждения, оглушает А камень у нас есть Пошли к порталу А можно было их и так перерезать, наверное, да? Оп Поднять щиты Найс, подмога, три чела Подожди, мне нужно было скастовать дерьмо У меня игра окрашнулась Зачем так делать? Кажется, слишком много саламандры Моя пека не вывезла Случайно Ну хорошо, хорошо Стример это запомнит Привет, Адмирал Мупс Вот почему потненько, да? Потому что игра будет крашиваться от повышенной нагрузки Наверное, я знаки слишком быстро скастовала И это плохо Ну просто мне дали усиление для него Трапа на полу Но написано это по-другому Маура Ой, Маура Аура И мне дали И мне дали Камни, которые усиляют этот знак здесь Нет времени Проверь на он долго Но я видела, да Я видела, что там колючки вылезли Люблю эту работу Катан, что ты не сдох? Обеда! Вместо обеда Так, это мы прочитали Останки мы полутали Мощность повышается на 50% Ну и знать, мы его не будем Ладно? Не будем же Оп, там Азар, Евета и Профессор стоят Но они, наверное, опять убегут За Орду За Орду За Орду Ладно, их тут не три Сражайся Как попасть по нему? Мистер Доджер Мистер Доджер Предводитель еще смотрел А что они все на зиг Киды накинулись Лучше плохой А если Фантык умер? Ну, хотя у него щит Пылающий розовый Наверное, защищает От всего дерьма О, они там стоят Они на потом останутся Я пока по две монетки Пособираю Спавших тел А, ну ладно Видимо, они там Прибегают Белый волк Вижу, все уже собрались Хорошо Решим все сразу Признаюсь, там на болотах Я тебя недооценил Но теперь ситуация другая На этот раз ты ничем Не сможешь меня удивить А если я разденусь? Привет, Геннадь Вижу также, что люди готовы Пойти за тобой в огонь И ведь не кто-нибудь А сам Зигфрид из Денесли Все складывается в соответствии С великим планом И если ты проявишь мудрость И отвергнешь глупые эмоции У тебя будет шанс увидеть Как этот план реализуется А что, если я откажусь? Что, если я не стану Проявлять мудрость? Видишь ли, я ведьмак А в ведьмаке народ простой И очень эмоциональный Не смеши меня, Геральт Простота идет тебе не больше Чем кулак в морде А эмоциональность И того меньше Ты не откажешься Ты слишком умен Кроме того Кого ты защищаешь? Смотри, какой у него декольте, кстати Монарх, у которого больше грехов на душе Чем у профессора длинных слов И Ажарь Ильят выглядит не как мак Как какой-нибудь прям Варвар А Шакира, привет! Пожирать невинных людей Более того Во время войны Он заботился лишь о своей короне Он позволил Нильфгарду Разграбить и сжечь до тла Соседние королевства С которыми ранее заключил Союзный договор Люди до сих пор Умирают там с голоду Стоит ли он того, чтобы его защищали? К чему ты клонишь, Евет? Ладно Это был риторический вопрос Итак, если не Фольтес, то кто? Чародейская ложа? О них ты ничего не знаешь Может быть, ты и спишь с Меригольд Но ты и понятия не имеешь На что способны эти стервы? Тут у него банки смотрят Я мог бы тебе рассказать, что именно они Повлияли на большую часть послевоенных договоров Переселение, депортации Нерешенный вопрос со Скаетаэлями И многое другое Все это их рук дело Сдается мне, ты подходишь к невероятно умным заключению Саламандры не злые Не злее, чем нужно Не злее, чем другие участники этого конфликта Не злее, чем те, у кого достаточно амбиции и воли Чтобы строить свою собственную судьбу Ха-ха-ха То есть, тут они мне не дали варианты сказать А, да? Вы хорошие? Тогда я с вами Ну, это хорошо Потому что это было, по крайней мере, странно Если Саламандра не есть воплощение зла То кто же они явят? Грубая сила Аморальность Насилие Убийство Предательство Они идут к цели, не задумываясь о количестве трупов Через которые приходится перешагивать И как же это тогда называется? Привет, Офта Будущее, ведьмак Эволюция Или, если хочешь Предназначение 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 Я не только глуп Я эмоционален Я еще и старомоден Я тебе скажу Засунь такое будущее Себе сам знаешь куда Я предпочитаю бороться с кошмаром Даже если это безнадежная борьба Я тебе уже говорил Ты не сможешь меня удивить А теперь умри Умри, насекомая Проклянь Чихалзура Профессор, разберитесь с ним Профессор, какая-то сила Что это? Веншак в 2008 выходил На болотах у Еведа не выдержали нервы Он мог меня убить и забрать к нему заклинаний Но поджал хвост и убежал Щитальзура подействовал великолепно Евед смылся, но оставил профессора Следующий раз ему не уйти Геральт, ты как? Что случилось? Тебя сильно ударило, очень Чародейка, наверное, защитила тебя заклинанием Щитальзура Профессор сбежал, а этот барьер блокирует нам путь Я найду его Азар, профессор, надо догадать Догадать Говорить можно с вами? Не можно? Не можно? Точно не можно? Ну я за порталом, наверное А как мы сквозь портал поговорили? Здесь вроде светло Не обязательно пить кошку, да? А, вот теперь кикиморы станут не френдли Подожди, не тот меч Я умираю Так, раз Почему ты не пьешь? Два Я тебя убью А полутать можно вас? Профессор Равк стоит Ждет меня Подождет еще немножко У меня тут грибни лежат Ну тут же вот еще Или это голова лежит? Ладно Признаюсь честно Мне казалось Наша следующая встреча Будет другой Твоя искусственно продленная жизнь Очень скоро закончится И думаю Я должен рассказать тебе Насколько бесполезна она была Ты умрешь Понимаешь, что все это время Был ошибкой истории Ошибкой Ну еще какую-нибудь чушь скажешь, профессор? Подумай вот о чем Почему ты всеми силами противишься созданию поколения новых ведьмаков? Ответ прост Чтобы не говорили о таких, как ты Ты все равно чувствуешь, что в этом мире тебе нет места Ты обязан своим существованием сопряжению сфер Как и все реликты, появившиеся после сопряжения Те, с которыми ты так яростно борешься Но твои создатели допустили ошибку Знаешь какую? Просвети меня С радостью Им не удалось избавить вас от эмоций Мутация не закончена на сто процентов Вы должны были ходить по миру И уничтожать мечисть А не делать выводы, рассуждать или сомневаться Вы уже неэффективны Мы оба это знаем Ну что ж Сейчас эта обуреваемая сомнениями ошибка истории тебя просто-напросто убьет Так что хватит разговоров Потанцуем Оно Я, наверное, должна сначала с кикиморами справиться, да? Ой-ой-ой Выпустите меня из канлока Меня изнасиловали прямо сейчас Хорошо, кикимор трогать не будем Будем трогать профессора Не надо было поворачиваться к нему спиной Сейчас надо будет еще вот этих ребят перерезать, да? Э, а как так? Да? А как так-то? Точно нет другого свива? Да? Да ну не можешь такого быть Да? Ну ладно Ничего страшного А тут сундук еще был А когда он тут был? В прошлый раз не было, либо я его просто не нашла Давай сразу тогда ласточку выпьем А я сохранилась, взяв камень Ага И еду давай съедим, чтобы баф от еды был И потом с рефлексами А правда медленно все будет происходить, но ничего Да не серебряный, а нормальный Вот этот Это не возникло Как он сюда попал? Угу Защищайся! Так, у нас еще вот этот парень не остался А если я просто подойду сразу к пропецку и запущу, как-то все равно может закончиться И мне не обязательно будете с ними сражаться А? Там на Викфриде еще, вот еще человек напала Отведай сэрю Навали Да, запускаю катсцену Зигфрид пусть там воюет Прокликиваем все В чем? Сдать Если оцени Все замечательно Он только сохранится забыла Ну бывает Это мы видели Смотри, сохраняю здесь Как я не сохранилась? Как такое может быть? Воем саламандрами Ого, слышишь там прям Викфара врум-врум-врум делает? Врум-врум-врум Слышишь? Ну что ж Сейчас это обуреваемое сомнениями ошибка истории тебя про... Ты для меня не являешься препятствием А мой взрослый А мой взрослый А Мозборк так можно. А, эти кеморы сразу сдохли Ты победил, что ж, иди Твои бесценные сокровища тебя ждут Ты получил, что хотел Пощадишь? Попытка не пытка Но я не брала перку на отбивание стрел Ну, Сань Ай А второй меч где? Оле щит Так игра на паузе Перед нами мистер Ебатрон Королева Кикимор А все, она ушла А нам не надо с ней драться О, сундук А как? Хе-хе-хе-хе А че, нельзя блатать, мистер колдуна? На север? Нет, на юг А назад я могу пойти? Или там завалено? Там завалено Вон какашки лежат Не видишь, что ли? А тут че? А тут тоже завалено Так, ну давай еще раз сохранюсь Чтобы не было такого Что я постеснялась сохраниться Подпорки И я могу устроить подпорки Подпорки? А, босс, который ваншотает Понял 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 Принял Это большая Подпорки Я могу устроить обвал Чтобы заблокировать А как? Веральс, кувыркайся А точно так должно было быть? Чуваки Давай я сразу загружусь Серьезно, Влад? Так он же говорит Подпорки Он же говорит тебе Подсказка Ну хотя ладно Я не в праве Говорить про подсказки Когда я не додумалась Когда я не додумалась О том, что Голема нужно убивать С помощью включения камней Смотри У чуваки Как ходить? О, я могу ходить Она здесь С монашкой Может быть я бы и додумалась Я не знаю Как выйти из этого говна Сейчас меня укусит Это был жопы Смотри Чищу Как я с серебряным мечом Главное не застрять в центре Понимаете что? Я не могла Потому что я не заливала Ой, не что? Не могла пролезть Сказать в дерьмо Завалить эту пещеру Как это? Чуваки Надо подпорки Но они не подпоркиваются Не кусай меня Нет Смотри, надо аккуратно Это сделать А у меня маны нет Давай пока побегу Как дурочка Зелен Реген Пить не будем А как Чтобы меня не убило? Если я не убегу Извините Завалить эту пещеру Он сказал Подпорки? Я могу устроить обвал Чтобы заблокировать проход А вот это тоже можно заблокировать Уже убрать Заблокировать Дай ударить Нам сейчас по попе настучат Герой Шо такое? Съебаться? Думаешь, просто надо было убежать? Давай зелье для Регена говна В... Привет, Влад Ореген говна Это что у нас? Вот Филин А че мы факел достали? Уважаемый Не туда воюем Ну смотри Здесь я не смогла пройти Я пыталась Утекать отсюда Что в сундуке? И здесь Типа нет Тут куча камней Насыпано Так что я не думаю Что она так работает Как мне вас Отдоджить? Никак Убегать точно не надо Надо засыпать все говном Потом что-то произойдет Подпорки? Я могу устроить обвал Чтобы заблокировать проход Ребят, ну пропустить Ну очень надо Ну очень надо А че висит у нас Боль Так, Геральт Не надо Вставай Ну смотри А как Я ж не могу Все засыпать Вот здесь А ну все правильно Делал Просто в тот раз Почему-то она не сработала Я думала Нужно будет несколько раз По разным подпоркам Жмыхнуть Ну в тот раз У меня то ли мана Не хватило То ли еще Сейчас сделаю Хватит Не причем Подпорки Подпорки Я могу устроить обвал Чтобы заблокировать проход О, подпорки мои Подпороньки О, моя Убермона Помрем Сейчас с тобой Здесь А че они не умирают У меня опять меч не тот Тот меч Не, не тот меч Чуваки Я думала Что демож не проходит А у нас меч не тот Бум Ааааа Улам Меч в правой Подпорки Я могу устроить обвал Чтобы заблокировать проход Кикимор 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 Подпорки Похранили Держи В третий В четвертый Раз У меня поймали За жопу Почему они не чистятся Как я чистить-то буду Как чистить-то А? Подпорки Я могу устроить обвал Чтобы заблокировать проход Геральт Геральт Ну жмыхни ты по говну А теперь чистить Мороженка Мороженка У меня сейчас опять жопа пущут Ну вот видишь А Все рухнет Так оно рухнет Или не рухнет А оно не рухнуло Ай А Все, чуваки Получилось Все хорошо Письмо Из Кикиморы Ого Труп Кикиморы Королев А Он ее оживил Книга Росомахи Неизвестное масло Нервки Кикиморы Королевы Швиток Формула из нерва Письмо И отчет Уф ты Фуф ты Фуф ты Фуф Ее Подпорки Подпорунки Сушать подпорочки Ага Вы думали Вы меня переиграете Нет Подпорки Найс Факел Я конечно понимаю Что все трясется Но мне нужно Почитать Сложные предметы А Азартый дурак Ты должен был Предвидеть Что этот мальчишка Альвин На котором мы возлагали Такие надежды Сможет открыть Нестабильный портал Паршивец исчез Сразу же После того Как мы его захватили У него был такой Тремор Что даже стоять не мог И все же ухитрился Бежать Я потратил целое состояние Чтобы проследить Путь телепортации Так что теперь я знаю Где он прячется Но мне некого За ним послать Подпорки То есть Не могу же я Отправить туда Этих моих недоумков И потому я решил Что Альвина Приведет к нам Человек Которого давно Пора испытать У меня имеется Сомнение в его преданности Так что попробуем Одним выстрелом Убить двух зайцев Немедленно пошли Своих людей В деревню темноводья Если этот мой протяжен Приведет ко мне Сопляка к тому времени Как они туда прибудут Пусть убьют его А мальчишку Доставят В лабораторию И немедля Профессор Берингора послали Искать Альвина Так что я его найду Недалеко от мальчика Так он же помер Или это не его тело было Все таки Ага Это он отправить хотел Это мы только что читали Отчет Профессора К сожалению Я вынуждена сомниться В пользе нашего альянса С принцессой Адой Эта шалава Невероятно избалована И убедить ее В чем-либо Исключительно сложно Она даже не сумела Корректно ввести Чрезвычайное положение Ее характернейшие Нелепые фальсификации Привели к ней Ведьмака Мы поддерживаем Аду В ее иллюзиях И не отказываемся От своих слов Однако Поскольку уже В скором времени Возвращается Фольтест Нам пора переходить Ко второй части Нашего плана Проблема с Геральтом Из Ривии Разрешится Думаю сама собой Быстро И радикально Однако я настаиваю Чтобы вы перестали Именовать его Сукиным сыном Этот термин В применении К Ведьмаку Является крайне Неточным Неуместным Не говоря уже о том Что и примитивным До невозможности Полученные нами Субстанции Как и ожидалось Позволяют нам Контролировать Какимор и их королеву По крайней мере Хотя бы лаборатория Функционирует В полную силу Успешно Используя тайны Каэр Морхана А да Азар Явет Судя по запискам Профессора Азар Явет Находится в тайной Лаборатории Саламандры Где работает Над использованием Секретов Каэр Морхана Большую стирку Нужно аж Постирать Все Все нижнее белье Судя по запискам Профессора Азар Явет Находится в тайной Лаборатории Да Это да Это да А Ада Что Судя по запискам Сотрудничала с Саламандрами Стояла за подделками Королевских печати И за объявлением Чрезвычайного положения Ей был обещан Трон Тимерия Хотя на самом деле В Саламандре Ее считали Слишком и предсказуемой Организация Собиралась Отказаться От этого союза Ааа Слухи о смерти Берингара Были Берингар Приятный рундель Были преувеличены Ведьмак Сотрудничает Саламандрами Ему профессор Приказал искать Альвина А Зигфридча Попросил его О поддержке При штурме Штаб-квартира И масло И масло И ива Здорово Замечательно Собачье сало Мне больше Не нужно Мы тебя Вчера Вычислили Киборд Кэт Так возможно Потому что Стрим работает Ничего не грузит А? Как приятно Выйти на свежий воздух Ой-ой-ой Надо мне было знать Что ты поймешь Откуда поддельные печати Ошибалась в тебе Ты не просто убийца Мои таланты Видны при близком знакомстве Есть шанс Что ты еще Не знаешь всего Увы Я знаю Ты хотела Захватить власть Пока нет отца И я знаю Что твои союзники Саламандры Я планы не меняла Я тебя Приговариваю К смерти И казнят тебя Немедленно Блин Надо запятнали Свою мачу честь А, да Прости, Геральт Государственный интерес Тогда у меня Право На последнее желание Поцелуй меня Какая наглость Но это святой обычай Хорошо Не дождешься? Телепортировали Вот дьявол Ну она Злобная Вонючая Женщина У меня теперь Тут что-то Это Стоп Унижение Точно Рыжая Бестижая Думки Ну а около меня Сколько рыжих Женщин Как минимум Три О, вот будет Ржомба Да Если все зависло А кажется Именно это и произошло Когда на загрузочном экране Один кадр в секунду Это плохо Самое время Альтабнуться Глянуть Что там такое Что-то Да что Ведьмак Завис А Там Мем С собачкой Подпорки Да Что-то Ведьмак Не хочет Работать Привет Файрвок Везми Сейчас Ведьмак Окрашен И заново Ну чертова Телепортация Действительно Подпорки А что Замем С собакином Лихой Подпорки В современную Россию Пожалуйста Не надо Человеки Надо подождать Пока Стим Раздуплится Потому что После краши Ведьмака Нужно Ага Спасибо Буду Буду ломать Подпорки 10 часов Подряд Потому что Я не помню Где я Саивилась Подпорки 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 Чуваки Сори Ну кто же знал Что такое Может произойти Подпорки 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 Я могу Я могу Устроить Обвал Чтобы Заблотить Подпорки 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 Сейчас сдохну Мать Кимора Идет Подпорки Подпорки Ударить Ать Все Подпорка Мертва Фух Смотри Сейчас быстренько Читаю рецептики Изучаю Правильно Подпорки Подпорки Сюжетки Сюжетки Ада Берингар Профессор Кислых щей Зигфрид Зигфрид Это мы читали Потом Тут ничего Тут ничего Тут ничего Подпорки Лутаю сундук И сейвлюсь Все 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 Подкорки Подпорки Тутуь Так, надо Надо что-то Сделать Так Возможно Стоит почистить Саевы Подпорки Подкорки Скажи что-нибудь Подпорки Дом Трис База Саламандр База Саламандр Сейчас Делит Носы Вот Подпорки Подкорки День краши Объявляется Открытым Кстати Готовка К жапушку Что вы там Готовите Подпорки Опять Краш Да Там был Мистер Тудунь Рантаймер Какой-то Подпорки Это как шутка Про реконисту Отсосива Тракториста Ой Ожидание Раздупления Играть-то будем Сегодня, нет? Подпорки Рекониста А реконкиста Разве? Подпорки Подкорки Асмр Соской Будешь Свою Девушку Называть Братан Посмотрим Как она На это Отреагирует Подпорки Буллшит Подпорки Так Скипаем Катсцену И надеемся Что загрузка Пройдет Успешно Глава Четвертая Смотри Смотри Как красиво Это Да Нет Нет Это Нет Попорки Ты выпал Из той странной дырки В небе Какая умная девочка Мама говорит Я всегда Сую нос Куда не следует Очень может быть Я знаю Все на свете Спроси меня Что-нибудь Ты знаешь Кто я Ты дед У тебя Белые волосы Как у стариков Ты некрасивый Но ты мне нравишься Свезло мне Я знаю Все на свете Дай карточку Ну спроси меня Что-нибудь Ладно Нельзя Здесь есть город Подводный город Древнего народа Там полным Полно Сокровищ И чудовищ Сейчас там Живут рыболюди Я их боюсь Хотя тот Что сидит У статуи Владычицы Вроде бы Не страшный Его можно встретить Только если Других Рыболюдей Нет поблизости Кажется Я теряю ход Твоих мыслей А еще Я иногда Нашу бедным Больным эльфам Рыбу Которую ловит Король рыбак А там На берегу Можно встретить Ладычицу Она красивее Даже Алины И она тоже Неровно дышит Нормально Она не видела Я совсем запутался Вот глупый взрослый Ну как интересно Вы можете Заботиться О нас Когда Сами Ничего Не понимаете И только И делаете Что Неровно Дышите Что здесь происходит Алина Дочь Салтиса Выходит Замуж Мама Говорит Из-за денег Понятно А еще Мама Говорит Что сестра Алина И Селина Неровно Дышит К Юлиану Он Жених Алины Живет Сталин А как Это Можно Дышать Неровно Это Значит Что Ей Очень Нравится Юлиан А Значит Юлиан Неровно Дышит К Алине Селина Неровно Дышит К Юлиану Алина Хочет Получить Золото Юлиана Но Зато Неровно Дышит К Адам Какие Живы Взрослые Глупые Это Точно Адам И Алина Нас не Интересуют Нас Интересуют Все Что Это За место Это Берег Здесь Живет Рыбак Там Находится Темноводье А дальше Поля На Озере Есть Отмель Такой Маленький Островок Туда Можно Добраться Только На Лодке Ты Действительно Многое Знаешь Я Знаю Все На Свете Спроси Меня Что Нибудь Здесь На Берегу Безопасно Да Иногда Правда Из Воды Выползают Злые Рыболюди И Прогоняют Того Забавного Рыболюда Тогда Я Прячусь Возле Хижины Рыбака Любое Кольцо Замечательно Доброго Здоровья Куколка Ага Еда Ага Ну Вроде Пока Все Есть Здрасте Жрец Опять Органя Не Распоясались А я Геральт Приятно Познакомиться Я Не Настолько Хорошо Знаю Твой Язык Это Заметно Что Ж Поговорим Значит Я Должен Отдать Дань Уважения Владычице Озеро Так Быть Хорошо А теперь Давай Карточку Так Про владычицу Надо будет Еще Потом Запомнить Креветы Теперь Закотелось Влад Спасибо У вас Найдется Работа Для того Кто Умеет Управляться С мечом Люди Быть Страшны Про Для Водяной Они Нанимать Злющий Ведьмак И он Убивать Много Водяной Он Склопит И Смотреть Мы Хотим Дружить С Людей Плавать У нас Водей Еще Один Ведьмак Серьезно Я Должен Поговорить С ним Бывай Клево Они На самом Деле Озвучили Прям Водный Все Язык Получился Мое горе Быть велико Не быть покоя В моем доме Мне жаль Это слышать Как будет Ведьмак На вашем языке Ведмолол Бул Ведмолол Ведмолол Бул Бул Должно Быть Если Нет Бул Означать Идиот Значит Я Ведмолол Бул Да Как Три Быть Спасибо До встречи Хорошо Смотри Подношение Ибо Владычица Озера Богиня Старших Народов И так Велики Ее Мудрость И Могущество Что Слова Ею Сказанные Алчность И Ненависть Побеждают Всего Одну Фразу Сказала Она Одну Фразу Но Такая В ней Была Истина Что Ни Человек Ни Водяной Спорить С ней Не Могли И Так Ладонь Человеческая Мягкой Кожей Облеченная Чешичатую Десницу Стиснула И Дарами Друг Друг Одаряя Люди Водяный Мир Заключили А Какие Чудесные Были То Дары Браслет Из Чистого Золота Основателя Деревни Богато Украшенный Рукой Настоящего Мастера Перешел К Водяному А Старый Водяной Взглянул На Лицо Владыщицы И Сказал Слово Твое Может Мир Этот Утопить Личи Лишились И Великий Пир Тогда Начался В чудесной Долине Озера И Я Там Был Мед Пиво Пил Фотоэкрана Чтобы Не Бегать Потом В смысле Фотоэкрана Ведьмолол Неплохо Влад А Купи Купи Не хочет Геральт Наед Наверное Тоже Должна Быть Без Трусов Да Текст Важен Добро Пожаловать Беловолосый Воин Приветствую Если бы Не Мои Горести Я бы Поплавала С тобой Какие Горести Давай Поговорим Ты Кто Такая Наяда Водяная Нимфа Я служу Владычице Озера Ты говорила О каких-то Горестях Да Просто Ужасно Я потеряла Своё чудесное Бирюзовое Ожерелье Когда плавала Здесь При лунном Свете Это был Подарок Владычице Озеро И где Ты плавала Я Обычно Купаюсь В озере И отдыхаю На этом пляже Или на острове Но в ту ночь Я осмелилась Поплыть по реке Рядом с деревней Там живут Утопцы И их главный Ужасный Зефир Зефир Кто Такой Зефир Когда-то Он был Самым Знаменитым Вором В Изиме Он двигался Быстро Бесшумно Как ветер И был Очень симпатичным А теперь Он кто? Жадность Определила Его судьбу Он бежал От кого-то По канализации Но мешок С добычей Был слишком тяжелым Он стал Плавуном Плавун воришка Её одели, да Он по-прежнему Ворует Конечно Без сомнения Это он Стянул моё Ожерелье А утопцы Защищают его Ладно Я поищу Твоё Ожерелье Огромное Тебе спасибо Ты замечательный У меня нет золота Чтобы тебе заплатить Но может тебе пригодятся Мои безделушки Хорошо Договорились Я буду ждать тебя В конце вон того пляжа В чудесной лагуне Где вода отражает Серебристый свет луны Как мне найти зефира? Ну, если ты убьёшь Побольше утопцев Этот вор появится Чтобы разобраться В чём проблема Но помни Утопцы появляются Только ночью А где мне найти Утопцев Которые защищают Зефира Их надо искать Ночью Больше всего Их бывает здесь На берегу Лодку у рыбака Можешь взять лодку У рыбака И доплыть до отмели Там они тоже есть Ещё несколько Обретаются около деревни В реальной жизни, Влад Никогда не дрался Зефиром, что ли? Прощай Убить утопцев Нам отмели И у реки Везде Везде А кто сказал, что везде Это Чё это мы тут делаем? Ну и сиди дальше Так, куда я хочу пойти? Туда хочу пойти В Скайриме Был Ну, разве? Опять говнобав Так, давай скрафтим Что-нибудь, да? Сань, ты очки носишь? Я прям вижу Как ты сидишь за монитором Ну, вообще-то Ярость кикимора сюда Лук В даунгвардия А как назывался лук С помощью которого Можно было Навсегда Превратить Короче, выстрелить В солнце Или в луну Ладно, всё Ярость кикимори Ничего не хочу делать Или хочу? Да, Сань Ну, чё ты, а? Знаешь, пошутила Чё-то щеки надул Знаешь, как щеки сдувать? Гайд нужен Вот, смотрите А надутые щеки И ты берёшь Такой ладошки А И всё Они не надутые Вы же Пользуйся Клёвая тема Я слышала Так А, в-в-в-ф Фу-фу-фу Ку-ку Здоровье Счастье Будем Макси yozeit когда-нибудь или нет. Ничего себе, Влад. Ты прямо это самое. Придумал интересно. Не надо в колено стрелять шаурмисту. Да хватит чесаться. С минимум тремя. Вот эвр. Стрела шурма. Чтобы она сразу в рот залетала. Акси, хуякси. Кейсик, привет. Я, ну да, столько женщин повидала. Конечно, опытные. Чуваки, Ирден что делает? Боль. Очарование. А-а-а. Называют боль. Не, ловушка, это трешка была. Аватарка ведьмака, не знаю. Чего это пасос-то сразу? Ой, нет, 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 мужики, нет. Два часа. Пошли резать кого-нибудь. Сидит вон у нас, Мори. А может, Влад этот, фрилансер. Или закладчик. Я же говорю закладчик. Все закладчики говорят, что они художники. А я не могла там пролезть? Там же нельзя? Или Мозина? По болоту-то. Нельзя. На лодке, наверное, имелось в виду. Ау. Третья-четвертая глава уже. Вот есть владычица озера, а я владычица Андреев, Владов, Саш и украинцев. Вот. Чья корчма твоя? А ты Мозборг. Ты зачем котов зашакалил? Лодочка. Спрошу разрешения у короля рыбака. А я сама, что ли, грести должна? Да. Опять служить? Да нет, служить не надо. Потому что я владычица, не значит, что мне надо служить. Тропа через лес. О, смотри, тут конь. Склеп. Нельзя. Вот тут иди. Это, кажется, обман произошел, да? Или нет? Да тут дорога была. Куда залезла-то? Вот тут где-то дорога. Вот она, прямо иди. О, Виверны. А может, не надо? Слышишь, какой саундтрек клевый. Ну ладно, Виверна, так Виверна. Тормоз, тебе надо просто научиться заворачивать лаваш. И пропорции выучить. И все будет замечательно. Я тебе, как эксперт в готовке говорю. У меня два поварских образования. Я ходила на курсы по шаурмоведению. Ну и, естественно, повышение квалификации на гиросы и гуритосы. Вместо собак бегают? А, ну клево. Для начала оригинал. Так. Чуваки, пояснение за мемы происходит. Там же нет ничего неприличного. Просто котик. Ой, ой, щеночек. Подожди. Подожди. Подожди, это другой Куэрис? Куэрис? Ага. А потом Яндекс.Диск. Сейчас, подожди. Подожди, а что это? Это подпорки так выглядят? Подпорки. Спасибо большое. Бэм-бада-бум-пум-пум. Куэрис? Бочка-дверь. Бочка-бас. Бочка-бас. Здрасте. Рыбка-пивко. Не влезает. Здравствуйте, вы спите? Жряк-это я. Может, драконь и черепахи? Понятно. Озеро безопасно. Раз уж мы говорим... Можно я возьму твою лодку? Прощай. Спасибо. Всегда бы так с людьми можно было разговаривать. Поплывем потом или нет? Сейчас поплывем. Хочу посмотреть, как ведьмин бул... Нет, подожди, как там было? Ведьм... Как мне назвать себя идиотом? Надо бул добавлять. Ведьмин это по-польски. Ведьма лол бул? Ведьма лол, точно лол. Грибом. 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 Стоя. Кверес? А Кверес как переводится? Ведьмин. Вот мель. О. Спасибо. Перес? Это... Испан... Испанцы на испанском говорят? А португальцы на... Так, нет. Бразильцы на португальском. Все, не хочу. Найс, приплыли сюда. А уже... Вот они маленькие, смотри. Штоят, смотрят на меня. Спэнниш? Подожди, а как это мы придумали так? А, владычица озера, она тут? Приветствую, Геральт. Похоже на... Трапа. Прошу прощения, не припоминаю твое имя. Ты его и не знаешь. Зато я знаю тебя. Твоя слава бежит впереди тебя. Говорю сразу. Лютиковы баллады это вольная интерпретация событий. То есть... Нагромождение чепухи. У меня более надежные источники. Сирена по имени Шьенас. Сирена? Да. А что тебя так удивляет? И что же Шьенас тебе рассказала? Что ты предотвратил войну между князем Аглавалем и жителями затопленного города Ис? Благодаря тебе и твоим друзьям люди и водяные Иса могут сосуществовать. Существовать, правильно говоришь. Это радует. Надеюсь, здесь тоже все хорошо. Шьенас говорила, что ты человек умный. Сам поймешь, поговорив с жрецом водяным и с человеком по имени Юлиан. Кто ты такая? Меня называют владычицей озера. А тот разговорчивый рыбак твой слуга? Слуга? Нет. Я женщина. А женщине нужен мужчина. Для защиты и добычи пропитания, разумеется. Понятно. Когда-то мою честь защищали благородные рыцари. Но это было давно. Единственное, кто у меня остался, это мой бедный больной король рыбак. Бедренные кости острые. Тазобедренные. Бэм, ну не то чтобы заебали, на меня, например, напрягает, когда у меня за один стрим закажут три рисунка, и я на это после стрима трачу три с половиной часа. Ну и типа иногда очень нагруженные, нагроможденные рисунки. Вот, например, Инна. Вчера я из-за перебоев со светом суммарно один рисунок рисовала дважды на протяжении, наверное, трех с половиной часов. Вот. Спросить, спасибо большое. Спасибо большое, Торма. Спросить, куда делись все рыцаря. А вот это можно будет? Ладно. Госпожа, что случилось с теми рыцарями в сияющих доспехах? Виной всему легенда о священном Граале. Мои храбрые рыцари по неизвестной мне причине отправились выполнять миссию. Они утверждали, что найти священный Грааль это их предназначение. Увы, моих сил недостаточно, чтобы противостоять предназначению. Я не смогла направить бедняк на верный путь. Грааль так и не нашли? Именно так. Разве ты не слышал легенду о священном Граале? Я потерял память. Поговори с отшельником, присматривающим за могилами моих храбрых воинов. Он зануден, но отлично разбирается в легендах о священном Граале. Я навещу его. Но если ты вернешься сюда с намерением уйти с чрезвычайно важной миссией, поверь мне, я могу и разозлиться. Могу же я еще одну простую? Но я потерял память. Ты можешь мне помочь? Я знаю, что ты вернулся не случайно. Прежде всего, ответь. Ты веришь в предназначение? Я верю в предназначение. Ответив на мой вопрос, ты ответила на свой. Меня привело сюда предназначение? Вопреки тому, что говорят люди, над судьбой я невластна. Я видела твое прошлое и твое будущее, но я не могу тебе рассказать ни о том, ни о другом. Мог шить и гадалочки. Я рассчитывал хотя бы на совет. Я дам тебе совет. Если ты веришь, что твоя судьба предопределена, сохрани надежду и оставайся самим собой. Даже если ты не знаешь, кто ты есть, и тебя бросает из стороны в сторону, словно лист на ветру, всегда стоит оставаться порядочным человеком. Я запомню это, госпожа. Хорошо. Я хотел бы поговорить еще. А-а-а. До встречи. Да, не так и поговорили. Понял, что иду по пути предназначения. У меня есть цель, которую я должен достичь. Ну, блин, ведьмак сначала не верил, а потом пришлось как бы понять, что... не все так просто. Прият Ройску, но хотелось бы, да. Простите, мистер Вивернус. Это было предназначено судьбой. Ярость Хикимора-то что не выпила? Рана туда? Ну, ладно. Поплыли обратно тогда. Главное запомнить, что с лодочкой у нас еще не все. Скипнул по тупости. В смысле по тупости. Как это понять? Типа где-то застрял или подумал, что оно тебе нахуй не надо? Той, кроек. Нахуй не надо? А почему тупость? Ну, если решил, может, так оно и надо было? Предназначено? А как ты узнал, что оно охуенная? Она сказала поговорить с тем, кто охраняет могилу, но не с рыбаком. С рыбаком, может, тоже можно? Пойду спрошу у него что-нибудь. Что-то все эти люди, понятно. А тучи как тучи, а люжи как люжи. О, него можно перекантоваться, кстати. Так, мы сейчас пойдем куда? До прохода к деревне мы так и не дошли. Ну, пошли на яд посмотрим. Лен, ГПС он крутой. Был, пока я не сагрил от бомжей. Так, отлично. Так, отлично. Мистер Эльфа, что это мы там делаем? Эльфийская пища. Здрасте, я столько ваших друзей перерезала. Простите, пожалуйста, поговорите со мной. Собака из человеческой псарни. По всему нет. Когда же мы прекратим отступать? Ведьмаки нежить, а как это так? По ведьмаке это просто дети, которых забирают. И потом заставляют траву всякие пить, мутировать и интенсивно тренироваться. Костер Эльфийка Турувьер. Турувьер в книгах был, по-моему, с останками ведьмаков. Да, блин, вроде не было такого, не упоминалось. А, да, это она. Ага, точно. Да, я видела. Видела, сейчас покормим. Там много, наверное, шикка была. Как видишь, у нас много раненых, и мы умираем от голода. Переговоры с крестьянами пока ничего не дали. У нас осталась только наша честь. Ладно, скажи, что я могу сделать. Нужно купить свежего хлеба. Вот двадцать аренов. Этого должно хватить на пять караваев. Я скоро вернусь. Купить им хлеб, хорошо. У меня больше нет сил. Когда это все закончится? Я делаю все по хуйню. Способно даже мертвого из могилы поднять. Вижу, ты здесь не один эльф. Да. Мы сбежали из Вазимы. В пещере находятся раненые и больные. Если хочешь, можешь поговорить с нашим лидером, Торувель. А местные жители проблем не доставляют. В этом районе правит владычица озера. И скромнее наверняка. Мы, Айн Сейдхе, чувствуем такие вещи. Ее аура сделала людей дружелюбнее, так что здесь мы в безопасности. Хотя ходят слухи о каких-то конфликтах с водяными. А кто такая владычица озера? Местная богиня. Взгляни на колосящиеся поля, улыбающихся людей. Вслушайся вплеск воды, шепот деревьев. Ты тоже это почувствуешь? Кажется, я понял, о чем ты. Ты поймешь лучше, когда встретишься с ней. Ну, мы знакомы немножечко. Прощай. Женщина, сейчас со всеми эльфами поговорю и поговорю с тобой. У меня даже нет сил охотиться. И открывать глаза. Геральт, не удивлен, что ты здесь. Это я, Хириадан. Узнаешь меня? Хириадан? Видимо, нет. Ты был занят. Ты просил Жернейма? Верно, Геральт. И видишь, во что все вылилось? Бойня, а не ассимиляция. Ты тяжко трудишься, платишь налоги, а потом приходят погромщики. И ты бежишь, а они жгут твою таверну. Тяжелые времена. Хорошо, что ты здесь. Зачем ты здесь? За тем же, за чем и все. Ем ягоды и мечтаю о своем уголке на земле. Попытайся заняться чем-то другим. Партизанская война может стать опасной. Я пережил это. Люди не дали мне жить так, как я хотел бы. Он всего лишь хотел кушать ягодки. И за каждым углом еще большие горести. Помощь нужна? Не нужно благотворительности. Ясно. Сыграем в кости? Почему бы и нет? Мне нечего терять. Ого, ставочки. Подожди-ка. 110. Ну да, он один из самых популярных стримеров. Ру-сегмента. Надеюсь, он не будет снимать с меня последние штанишки. А что ставки повышаются так чуть-чуть? У нас отъезд. Крылень. Да блин, на самом деле никто не хочет себе девушку. Просто иногда такое происходит. Это как с детьми. Блин, ну я его не переиграю. Пока один-один, чуваки. Две пары. Давай, Сетик, выбьем. Котик на Геральте. Давай. Вы про Сильвернейма? Блин, а ты тогда давай не выбивай ничего. Блять. Кажется, ты мне просто дал выиграть. Чушь. Кончай собирать ягодки и сделай что-нибудь полезное. Может быть, я так и сделаю, если ничего не случится. Фризы, но дропов кадров нет. Смотри, а сейчас можно повышать. А почему так? А до этого он только на плюс два хотел. Странно. Может быть, Твич, ребята, опять шалит? Потому что у меня все более-менее нормально, вроде бы. Зато бомб тебя кормят. Крылень? У него теперь деньги есть. А-а-а, понятно. Блин, у него свет, чуваки. Впс нормально. Четыреста, пятьсот, типа. Впс, впс? А, чуваки, кодировщик перегружен был. Ну, а сейчас шестьдесят пишет. Блять, чуваки. Да, кодировщик перегружается. Я вижу, подлагивает у вас. Так, Влад, я же говорила. Я один раз, когда тетуху ездила бить, видела чувака очень похожего на него. Не, я город плохо знаю. Вряд ли смогу. Он все перекинул. Кажется, ты мне просто чушь. Может быть, я так сделаю? Так, пора с эльфикой поговорить. Уйди, тхайне. Чё, это не она? Уйди, тхайне. Почему мы должны тухнуть тут? Пойду перережу, кто у вас тут в пещере есть. Тут завалено все. На четыреста причесок? На какую игру? А, про Скайрим, подожди. Так, Скайрим крутой. Типа, для знакомства с РПГ, поем, очень здорово. А Солнечное, это не в центре? Она с черепом. Может, она со мной ночью просто говорить не хочет? Или... Она со мной, наверное, заговорит, когда я хлебушек принесу, да? Ну, а не вы сюда возвращаться, мы с ней еще поговорим. Ну, блин, я видела прям мальчика, который очень на него был похож. Я на него вот так вот смотрела, и он на меня, типа, так внимательно смотрел. Я на него два или три раза так покосилась, думаю, да нет, да не может быть. Скала? Скала? А, ну тут что это, а? Не, наверное, я не могла в том районе видеть, хотя кто знает. А что в таких случаях делают люди, у которых нет проблем с другими людьми? Подходят и спрашивают? А как спросить? Привет, расскажи о себе! Понятно, Мозберг, в следующий раз попробую. Если возможность представиться. Ой, ну... Не, ну я не хочу быть дебилом из тех, которые его смотрят. Ну, ты-то крутой, я понимаю. Инна, ты видел мем Бэма про подпорки? Дорога к полям. Дорога к полям. Тут больше никуда не пролезть, да? Бэм-мема. Бада-бум-бум-пум-пурум-пум-пум. Мембрана. О, еще одно место. В полях вокруг деревни гордо колеблется на ветру золотые колосья. А живописные развалины монастыря и небольшая хибарка отшельника добавляют этому пейзажу сказочную атмосферу. Недавно эту идиллию нарушили полуденица, склопендроморфы и яги. По вечерам, когда легкий бриз колышет воды узеньких заливов, король рыбак собирает свои сети. А несколько деревенских собирается, чтобы поглазеть на мираж затопленного города, который можно увидеть над поверхностью озера благодаря удивительно прозрачной воде, лунному свету и капельке оптической магии. Также в округе находится пещера. В ней нашли убежище эльфийские беженцы, которые живут в мире с крестьянами, близлежащие деревушке. Я еще много куда зайду, не переживай. Живописный островок, который неожиданно возникает посреди озера. Здесь избранные имеют шанс встретиться с владычицей озера. Этот небольшой заросший деревьями кусочек суши служит домом для сотен животных. Деградировавшие водяные возвели здесь алтарь из глубинного камня и приносят на нем кровавые жертвы догона. Гладкие стены и пол пещеры указывают на то, что живущие здесь эльфы не первые и, вероятно, не последние ее обитатели. Дорога к берегу. Лапендроморфы. Лапандроморфы. 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 Дерево повешенных. слышишь звук неприятный куст малины чуваки видели когда-нибудь как малина растет ну как то так оно и есть да только малинка плоская а слушая возможно он не просто так растет возможно возможно все это имеет какое-никакое значение а давай я саламандра штуки выкину и буду малину собирать а ты ел малину с клопами а клопов с малиной куст арбуза да ты куст арбуза все знают что арбузы не растут на кустах арбузы растут под землей как орехи орехи то тоже под землей растут думаете почему арахис земляной орех потому что он под орешков кериган если вот ты не знаешь ничего то не пиши ладно я вот никогда не говорю о вещах о которых я понятия не имею бахчу какой-то придумал дурак тоже мне слов такого даже нет запутать решил вас только я вам дам настоятель ой на настоящую истинную информацию мне можно доверять щеки орехи растут под землей арбузы растут под землей но арбузы не орехи запомнили нет картошка от ягода блин про подземных людей смешно было а ты ягода ты тормоз а тормоз от ягода о паньки книга о способностях истоков я знаю тупо по способности истоков мари замок подозрительный нельзя в него залезть замок есть двери нет а ты уверен что ведьмаки занимаются как называется люди которые крафтят двери что в одним словом ладно ты уверен что ведьмаки таким занимаются а тучи как тучи сто сто столяр столяр как правильно говорить дверь маг блин как красиво хотя страшно наверное по траве в человеческий рост бегать мало того что лицо тебе щекотить будет так еще там всякие жучки наверное червячки и змейки и так далее столяр спасибо мой сбор о чит хиви гоген столяр я не знаю с чего я спойлер взяла спойлер прямо на слух режет столярничество не столярничество же ручки не худшие а что худшие изнасилование не спрашивай почему я тебя пошутила подураться да нормально не горит в мину наступить а я помню в сандалики наступила в лепешечку почему в день не подождать а чё тут люди будут днем а думал тут никого нет и думал хорошо квестов нет можно заниматься глупостями лан пошли к костру я думаю труп лежит ну значит тут люди не работают пускай написано что здесь ферма заработался до смерти аж кровью и стек ну вот смотри лето жара спасибо в полдень по полям ходить мистер вивернус ну имейте вы совесть нам наверное туда не надо пошли вон туда нет вон туда мы ж тут залезем коленки то не старые полуденица тэйо последователь догона а можно их отбить сейчас помрем как попадать то мы не можем А, они там воевали между собой, извините. А, они верно мне насрать? Не знаю, мне просто нравится огонь. Ух, сейчас будем лутать. Полуденица. Пыльца света. Пишу я водяного, глава Тею. О, смотри какая. Больше именных ребят не трогаем. Так, переждать гнев воды и обрести второе дыхание. Круги на воде. Отправиться в склеп. Покер с костями понятно. Утопцы понятно. Прошлое предназначение понятно. Берлингер понятно. Пекарь или мельник тоже понятно. Неа, какие еще опасности могут быть в траве кроме насекомых, изнасилований, коровьих лепешек и ведьмака? Динозавров, змеи. Ну, змей я говорила про змей. Яма с кольями, чтобы ловить ведьмаков. Удивительно, сколько старинной магии еще осталось в этих землях. Привет, Ниревалюндель! Тут стоит друидский круг, с помощью которого ведущие могут измерять время и, согласно некоторым теориям, предвидеть будущее. Ниревалюндель, а ты дыбовского любишь или ты любишь только мор? Сюда нужно будет что-то засунуть. Склопендроморфы. Ага, хорошо. Игни бустанем давай, да? Кроме мор не проходило. Ну, а там просто недавно, ну как недавно, вчера интервью вышло. Звук очень страшный. Я подумала, а что если... Подожди, я могла сквозь круг пройти дальше по дорожке? Вроде как дорожка нарисована, но ее, кажется, нет. Я подумала, раз уж ты решила подзабить на твич, то, может быть, вот хотя бы интервьюшку глянула. Его приятно очень слушать. Смотри, я пролезу между этим деревом? Не пролезу. Эх, поскорей бы мобильной игры дождаться, да, мужики? Забор не можешь перемахнуть? Ну, Геральт. Ну, Геральт. вижу ты ведьмак крестьяне решили что-то предпринять по поводу полуденец более или менее я живу здесь как ученик небогато и без роскоши но чувствую себя как дома к твоим услугам еда вода и игра в кости благодарю тебя чем могу помочь ведьмак может помочь так это не акцент а просто растягивание гласных у унят но непонятно давай что-нибудь прудим ой бля извините и здесь деревенский деревенский мужик покупает пивко белый уксуш крики жверя чуваки я даже вот это засрала понимаешь ты или не понимаешь самогон медовуха сюда это тоже сюда смотри 10 крепких я могу со стока на крафте деле шоу этими зельями можно просто ванну наполнять и купаться там так ладно успокоились пока что на посвященный гением стихи от не ко мне формула но быть из выделений догона про друидов читали это мы хотели прочитать на нет вот флора пустыни пустоши давай 600 для дорого народное поверье а вот это нужно прочитать про вампиров и про водяных надо прочитать но человеке у меня 8 200 могу потратить на книги деньги думаю что могу и кимор и я читали про пустынь а шестула так формула мы не хотим да но и про цветочки хлеба у него нет мозг утопса лежит рядом с водой и с виноградом так ладно пошли читать в книге описано волчь алоэ переступень вербена жимолости генация и как это все доставать переступень на книги описываются низшие вампиры флэддера и горка она также более благородные альпы и бруксы в тексте приводится способ уничтожения кровососов и развеиваются мифы возникшие вокруг этих созданий продагона тогда еще купить надо на горка и нанесшие вампиры обитают на кладбищах или в заброшенных строениях бесстрашно обладают иммунитетом к оглушению восприимчивы к серебру и масло от вампиров старается ошеломить жертву а потом высасывает кровь самые жуткие из вампиров горка и на даже уродливые флэдеров а так как флэдеры широко известны своей непривлекательностью то можно представить насколько отвратительны горка и на как и все вампиры они питаются кровью хотя и не брезгуют и плотью и даже падалью и зачастую принимают за горгулей так как во время охоты горкайны предпочитают прятаться на крышах и уже оттуда нападают на своих жертв альпы скрывается в пещерах заброшенных домах и среди руин но всегда неподалеку от людских поселений зубы помню да дантисту вокруг этого создания создано невероятное количество мифов и неправдоподобных легенд люди почему-то считают что альпы способны превращаться в черную собаку или ядовитую жабу многие путают альпов с суккубами считая первых развратными чудовищами соблазняющими прекрасных юношей существуют легенды в которых альпа предстает прекрасными созданиями с чудесным чарующим голосом некоторые искренне верят в то что альпа не переносит девственниц но только одно об этих существах можно сказать точно они нападают неожиданно и бесшумно и у их жертв очень редко хватает времени даже на то чтобы испустить крик ужаса о брукси да действительно королева ночи то брукси а примерно так и выглядела чаще всего живут в руинах и заброшенных людских поселениях реже в пещерах и гротах легенды гласят что брукса охотится по ночам за привлекательными юношами а поймав свою жертву до капли высасывает ее кровь вампирица совершенно бесшумно передвигается во тьме поэтому ее нападение всегда является неожиданным брукса способна принимать вид прекрасной девушки поэтому я часто ошибочно принимают за русалку однако длинные клыки брукса и неутолимая жажда крови всегда и выдают они реварюндель а ты ливнула наверное еще и старого дискорда на точно не сделали бы чем могу помочь продагона сейчас гений стихий а где эликсир из выделения я просто думала что мне чаще всего вот эти свитки свитки дают по квестам я не хотела тратить 800 гривен на то что вполне вероятно мне еще дадут в качестве награды надо покупать мне самой-то книги продагона него нет это понятно ведьмак может чем-то тебе помочь у меня есть проблема которую я не могу решить чем я могу помочь неподалеку расположено кольцо друидов а в нем статуя богини это место лучица силой и привлекает туда множество опасных созданий неудивительно дикая охота начала недавно посещать кольцо ее король надеется привлечь души воинов которые покоятся в курганах рядом с моей хижиной я уже имел дело сахара не могу тебе помочь я хочу чтобы ты убил девять призраков 9 священное число для друидов возможно появление ведьмака на время отгонит короля ухоты в награду я дам тебе книгу о вампирах подарю один из домиков или отдам венок из бессмертника привет костя лук но мне нет лука потом купишь если выбьешь и так и не узнаешь ага да конечно я не знаю домик или венок из бессмертника домик зачем ведьмаку дом конечно я возьмусь помни король охоты опасный противник и не один смертный даже ты не сможет сразить его таком случае как же мне сражаться с ним найди корень мандрагоры около курганов возле моей хижины он поможет сдержать короля охоты домик просто зажги свечу которая стоит внутри круга и окропи пламя мандрагорой надеюсь это поможет он сказал ночью а когда я корни мандрагоры собрала от призраков чем могу помочь у вас борода в текстуру ткани вошла да я кое о чем тебя хочу спросить в чем дело ой блять кто лежит под курганами которые стоят возле твоего жилья это могилы рыцарей которые умерли в служении владычицы за много веков гавандр защищал ее честь против рыцаря черного терепа или верер погиб у подножия ее алтаря в сражении с водной тварью могила борса символическая поскольку он не вернулся из святого странствия последний курган это рейнард обычный трактирщик который не разрешал посетителям писать в озеро извините так тормоз сейчас не обосраться главное сейчас я промотаю про пятого надо спросить ай бля а уже кажись не узнаю да владычица озера было до пещеры направится узнать что с ними а просто что с ними случилось а я думала его сейчас фраза будет важная все окей тогда спасибо большое а кто лежит под пятым курганом последний курган пуст и ожидает своего героя кто лежит под курганом ухаживает ли он или нет ты ухаживаешь за курганами так я служу владычицы ее сила велика подли курганов и иногда по ночам можно поговорить со сбранниками важно от них я набираюсь мудрости и познаний о делах минувших кто такая владычица озера хоть я и служу ей она остается для меня загадкой я знаю что она богиня временами я вижу ее облаченной в белое хотя бы грядущий через утренний туман ступающий босыми ногами поросистой траве она тебе нравится я люблю ее она богиня я верю что владычица не из этого мира таинственным образом она влияет на все окрестности защищая живущих тут людей даруя им изобилие но ее влияние незаметно и она никогда не демонстрирует свою силу интересно чем могу помочь да я кое о чем тебя в чем где я слышал что ты хорошо знаешь легенду про оле я знаю ты ищешь святой грааль возможно сперва мы должны поговорить ты должен знать что легенда о святом граале изучалась много веков и и и так уверен что ты можешь подбить для меня итоги ключевые факты о самом граале скажем три теории говорю же их сотни но хорошо 3 так 3 классическая теория которую я полагаю более истинной теория заговора и наконец самая загадочная философская или мистическая теория о какой рассказать обо всех расскажи мне классическую хороший выбор слушай грааль это чаша могущественный магический артефакт значение которого неизмеримо даже для самых могущественных чарудеев чаша обладает силой исцелять все недуги от травы и раны и боль обратиться в силу одна из версий также гласит что в руках истинного правителя грааль может исцелять всю его страну и защищать ее обитателей от опасностей чудовищ катаклизмов и так далее звучит похоже на баллады лютика не хватает только любовной истории тот кто изопьет из этой чудесной чаши исцелится окрепнет обретет просветление и постигнет истину продолжай рыцари веками искали грааль но ни один не смог его найти даже благородный ланселл и храбрый борс не справились с этим поиском я слыхал что даже великий магистр ордена пылающей розы интересовался волшебной чашей есть какие-нибудь конкретные указания к сожалению я знаю только то что почерпнул из книг теория заговора ребятушки надеваем шапочки из фольги расскажи теорию заговора ее распространил некий дэн коричневый он начал с того что выдвинул хитро закрученную теорию о происхождении самого слова грааль с трудом продравшись через несколько страниц его книги мы узнаем о том что это на самом деле санг реаль что на старшем наречии обозначает королевская или священная кровь затем привлекая огромное количество сомнительнейших аргументов дэн коричневый приходит к выводу о том что грааль это на самом деле потомки пророка лебеды лебеды продолжай эти потомки ударенные в магическом смысле были скрыты от мира и охранялись членами особой тайной организации прежде чем они раньше срока не вышли наружу и не смешали свою кровь с аэнсейдхе кровью ведающих теория пытается представить бурную и извилистую историю санг реаля но автор сам теряется в своих доводах и часто противоречит сам себе в общем все превращается в полную белиберду хватит генеалогии генетики чует мое сердце это лошадь ашуле к кашу какую теорию мне пересказать теперь теорию струн давай да расскажи о философско-мистической теории это не просто но общее положение таковы грааль это идея общая концепция добра поиск грааля это ничто иное как обычное стремление к совершенству поиск идеала было любопытно грааль лишён какой-то конкретной формы или образа он разный для всех это может быть предмет идея или открытие это может быть даже поиск правды о самом себе как для вас выглядел бы гра эта теория гласит что поиск святого грааля эта цель сама по себе результат уже не так важен на что ты намекаешь я служу владычице и я прозорливее чем ты думаешь я знаю что ты вернулся в мир живых из смерти вероятно в поисках чего-то но это не мое дело но помни одну вещь какую в конце твоего странствия грааль может оказаться совсем не тем что я не ожидал найти оба в нее налить хочу бутылка с дыркой у чуваки вам же сказали что грааль это не обязательно чаша я думала вы тут начнете философствовать а вы и спасибо тебе и прощай где-то еще я пошутил еще не все чем могу помочь да я кое о чем в чем дело програли мы послушали сейчас бы опять пошел ты знаешь одикая хоть это группа безумных призраков которые скачут по небесам в поисках душ подобных им они чувствительны к магии особенно ритуальность нужно сейчас паста про то что у меня в чате известно для кириган как ты живешь с таким мировоззрением кое о чем тебя хочу спросить в чем дело что делает венок из бессмертника тебе он может пригодится спасибо может пригодится мне венок не там еще какая-то паста была влад на это же не нужно же не даром и о чем тебя хочу спросить в чем дело почему владычица озера так скептично настроена в отношении поисков грааля многие прекрасные рыцари отправились на поиски грааля отвергнув свою роль хранителей мира и справедливости под водительством короля рыбака и владычицы озера теперь король рыбак он имел а рыцари все ушли я думаю что владычицы очень одиноко но она же богиня одинокая богиня ты даже не представляешь насколько одинокая думаешь богиня не может быть одинокой боги же создали нас по своему образу и подобию так и чем смогу ему еще продать я засрала инвентарь всем а мела мне нужна да может и нужна эфир альбеда а не могу здесь вот так разобраться толченый жемчуг рарная хуйня зеленая плесень давай плесень продам мне нужны будут слоты имеем мы дохуя вопрос только один я когда пойду с призраками сражаться там не будет головы как я могу унести с собой голову призрака не могу наверно но просто вдруг могу простите мистер курганчики еще я помню в кости нужно сыграть и обворовать деда конечно же талия пошли в кости играть чем могу помочь но хорошая рука надеюсь сейчас говна в его о да спасибо смотри как четко он победит наверное я сейчас не выбью или выбьем ну блин если богиня будет не против то почему бы и нет о ну да шестерочки но он не может меня переиграть все хорошо ну чё дед купался в ловушку и надо призраков проверить типа призраки он ли ночью или они днем но в книге они вроде только ночью появлялись так плачуга курганы круг друидов он там у нас все обратно это уже второй дед на моем щиту кстати нет третий мы ж убили помимо людоеда еще и деда который хотел ведьму сжечь я в курсе одни днем другие ночи мы про них читали в начале игры вафнуться давай вот я из полуночниц подожди это не так работает подожди это не так работает наверно ночью надо не больше шмандрагора или нужно всю сюда посыпать я сохранилась вроде бы до этого ну выглядело глупостью да не надо было так делать но уже поздно а свеча там же одна свеча может кругов больше чем один да не вроде один должен быть так давай ка я лучше знаешь чё сэкономлю важную хуйню дожди ты можешь сыграть с ним в кости или нет а он кстати за победу над стариком ничего не сказали во время битвы хорошо спасибо большое где мой кефир и привет ну а что тогда дождемся вот смотри я уже сыграла с ним наверно да не на всех случаев проверю вдруг я напиздила я люблю себя пиздеть дед чем да в чем да все спросили спасибо а где а кто а почему а зачем а нахуя ха ха ведьмак не пролезает в кулитку в кулитку не пролезает в кулитку не пролезает ой 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 кулеца смерти не пролезает кулица света влезет мррррр врурррррence ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у genetics придумал 1 Привет, не факт. Про ослепление стрёмно. Про ослепление стрёмно. Про ослепление стрёмно в том плане, что... Летом особенно, когда солнце более-менее ярко светит. Зимой-то вообще его практически не видно за облака. Подожди. А зимой мы же не можем солнце видеть, да? Или можем? Можем, глупая. Давайте подпишем петицию. Я поняла, чтобы цены на отопление не росли, нам жизненно необходимо упросить правительство, чтобы чтобы они не выключали солнце. Да, простите, а зиму с ночью перепутала. масонское? Нет, человеческое. Проход в деревню. Пошли в деревню уже сдавать говно всякое. Ну как, голову одну пока что. И инвентарь чистить трошка. Да, блядь, чуваки, у вас чего никогда не было, чтобы вы ночь перепутали с зимой? Ну, постоянно у всех такое происходит. Чего вы меня обманываете? Зачем? О! Геральт! Лютик. Как ты сюда попал? Через телепорт. Я тоже. Меня сюда телепортировала Трис, это... было удивительное ощущение. Всегда хотела ты попробовать. Она сделала это для тебя? Должно быть, она заболела. Зачем Трис тебя телепортировала? Скажем так, она спасла меня от поцелуя смерти. Интересно. Надо будет использовать это в моей новой балладе. Какое чудесное место. Трис сказала, мы должны оставаться здесь, пока все в зиме не стихнет, а принцесса не забудет о своей мечте перегрызть тебе глотку. Не имею ничего против. Расскажи мне об этом месте, если можно, в прозе. Здесь царит поистине магическая атмосфера. Крестьяне довольны и счастливы. Какие тут крестьянки. К чему ты ведешь? Намечается свадьба. Алина, дочь Салтиса, выходит замуж за Юлиана, состоятельного купца из Кавира. А еще здесь живут водяные и... Ах, да. Еще Алина взяла опеку над Альвином. Нашим Альвином? Если, конечно, у него нет брата-близнеца. Лютик. Да. Трис просил тебя присмотреть за ним, так как кто-то другой тоже его ищет. Или что-то в этом роде. Что-нибудь еще? Кажется, нет. А теперь быстрей в таверну. Какая-нибудь очаровательная девица обязательно пробудет мое вдохновение... Нам Салтис нужен срочно. Нужно избавиться от тяжкого груза. И я говорю не о пельменях в пузе. Блин. Влад, нужно на сеновал ходить. Что ты как маленький-то, а? Все бабушки, они на сеновале. Хм-хм. Ой, бля, реально локация-то пыща. Сейчас все дома буду обворовывать. У меня был жуткий кошмар. Не снился утонувший город и бог, лежащий на дне. Поискать, хорошо. Крестья... Крестья... Исканку. Искать крестьянку. И купить хлеб. Или украсть хлеб. Прошу тебя, не убивай русалок на озере. А почему ты заботишься о русалках? Ну, полезные создания. Миловидные. Миловидные. Не можно их убивать. А-а-а, понимаю. Что ты сказал? Не бойся, я не трогаю наятая русалка. Хм-хм. Просто камень с сердца свалился. Помню, как просили не убивать сукучшую. Игрок-женщина? Да-а-а. Вижу, что ты любишь играть. Мягко говоря. Я без ума от азартных игр. Женщины-игроки редкое явление. Ну, как и мужчины, любопытствующие, словно женщины. Прости, но если ты не собираешься играть, то ты просто тратишь мое время. Говорила. Сейчас мы ей въебем. Ну, давай-ся. Слушай, опасно. В двадцать одно очко. В очко. Ну, теперь самая паточки женщины. Самые паточкиигрю? М DEA? Ясно. Чем я могу помочь? Твой хозяев трактира? Это семейное дело. Мама и папа им управляют, а я им помогаю. Мама не разрешает мне говорить с незнакомцами. Но я справляюсь. Но ты же официантка, тебе приходится говорить с незнакомцами? А вот и нет. Только завсегдатые сюда приходят. Попался! Не хотелось бы тебя огорчать, но ты уже некоторое время говоришь с незнакомцами. А вот и снова нет. Ты же Геральт из Ривии. Знаменитый ведьмак и убийца-чудовище. Господин Лютик пел про тебя балладу, так что я тебя знаю. Он теперь в самой портке. Чем я могу помочь? Да блин. Я хочу сделать заказ. Я сейчас вернусь, секундочку. А-а-а. А-а-а. Ну давай перцовку продадим тоже. Я еще успею налутать этого дерьма. Вот хозяй, алина пригодится или не пригодится? Давай продам. А может не продам, не знаю. Хлеб! Нет хлеба. Геральт? О, знаете, женщина ракурс покапит. О, смотри, опять будет баллада, слышишь? Димок Толку привет. Ублюдков и негодяев не уменьшается. Худшее еще впереди. Будь осторожен. Хорошо. Геральт? Как тебе нравится в деревне? Здесь просто чудо. Вино, женщины, песни и игры в кости. Всю ночь напролет. Кости? Когда-то я играл в кости. Не думал, что эта игра популярна в провинции. Да местные с ума по ней сходят. Невероятно просто. Сомневаюсь, что здесь найдется достойный соперник. Попробуй сыграть со мной. В покере я хорош так же, как и в поэзии. Это еще надо проверить. А когда я с тобой покончу, можешь пойти поиграть с эльфами. Один из них неплохо играет. Что я Лютика боюсь. Давай рискнем. Не, CD Projekt они что-то говорили. про... Блин, читала интервью. Там они говорили про киберпанк и про ведьмака. Вспомнить бы только, о чем речь там шла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не выбивайся, дружище, на Лютике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играя в покер, лучше многих шулеров. Полуденец этот чушь. Как поживает новая баллада? Это поэтический шедевр. Шокирующий, романтический, о! А сюжет? Захватывающий, взятый из жизни. Трубадурам не обязательно что-то выдумывать. В жизни достаточно прекрасных сюжетов. Напишешь о крестьянах, работающих в поле? Лютик, что-то ты темнишь. Я аж тебя знаю. Скоро ты обо всем узнаешь. Чуваки, готовите уши свои? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как звезды над трактом, твои очи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА